Приветствую друзья! Сегодня поговорим про универсальный фрезерный станок с необычными конструктивными особенностями. Станок был спроектирован и построен инженером высокой квалификации из Англии Джорджем Хейсом в 50-е и 60-е годы 20-го столетия. Это был самым маленьким традиционным станком компании и получил название Die Master Universal Die and Mold Milling Machine. Станок Die Master был типичным для продукции Хейс и предназначался для высококачественной работы в инструментальном цехе. Был великолепно сконструирован и устанавливался на массивном чугунном основании, в задней части которого располагался трехфазный двигатель мощностью 1 л.с. и 1425 оборотов в минуту. Сдвоенные кленовые ремни А-образного сечения передавали вращение от двигателя на встроенную 9-ступенчатую коробку передач с валами на шарикоподшипниках и никель-хромовыми шестернями. Переключение скоростей осуществлялось с помощью рычагов, концентрически установленных на правом торце основной колонны. Диски переключения скоростей соединялись парой цепей с коробкой передач, привод от которой на ранних станках осуществлялся широким плоским ремнем, а на более поздних – четырьмя кленовыми ремнями. В результате получался очень полезный диапазон частот вращения шпинделя от 50 до 100, 150, 200, 400, 600, 800, 1600 и 200-400 оборотов в минуту. Интересно отметить, что после того, как все ремни израсходовались или пришли в негодность, их замена не представляет собой ничего сложного. Плунжерный суппорт, оснащенный реечным приводом с накидной рукояткой и линейными вернерными шкалами, можно было вводить и выводить в диапазоне 7 дюймов. Головка, поворачивающаяся на 360 градусов, была оснащена пинолью с конусом Морзе 2 и ходом в 2,5 дюйма, с правой стороны которой находилось колесо тонкой подачи, а с левой – рычаг быстрой подачи сверла. Шпиндель головки и его горизонтальный приводной вал изготовлены из закаленной и шлифованной нейтралонной стали и работает на шарикоподшипниках с предварительным натягом, а передача на головку под прямым углом осуществляется через нительхромовые спиральные конические шестерни. Цанги с прямым креплением, используемые в головке, имели максимальную пропускную способность 0,5 дюймов. Большой груз, опирающийся на пару стержней внутри колонны, уравновешивал консольный узел и делал его подъем удивительно легким и простым, осуществляемым одной рукой. Доступ к грузу позволял регулировать его положение, если на стол устанавливалась очень тяжелая заготовка. Поперечное перемещение на 5,5 дюйма и продольное перемещение на 12 дюймов стола размером 21 на 6,5 дюйма было также плавным и легким. Винты подачи проходили через предварительно нагруженные шариковые упорные кольца в опорных пластинах на каждом конце стола и на торце колена. В качестве опции предлагался и более крупный стол, правда мало кто его видел, размером 28 на 8,5 дюймов с увеличенным до 16 дюймов продольным ходом, но без изменения траверса. Конструкция консоли была также весьма необычной. Поперечная подача устанавливалась на двухуровневые направляющие, или другими словами, направляющая имела зигзообразный несимметричный профиль. Торцы направляющей также были разными. Левый край был скошен под 45 градусов, а правый был под прямым углом в 90 градусов. Складывается впечатление, что просто разрезали традиционный ласточный хвост по длине и используется только половина. На самом деле, по словам инженера, это было сделано для максимального уменьшения люфтов и выставления зазоров с высокой точностью. Продольная подача была организована оригинальным образом. Литая опора стола была сделана максимально длинной, чтобы обеспечить максимальную поддержку стола вне зависимости от его выноса. Чтобы получить приличный ход в боковых поверхностях колена, были сделаны большие полукруглые вырезы, позволяющие торцевым пластинам винтов подачи стола входить в них до внутренней поверхности балансировочных маховиков. Вертикальный ход колена составлял 14 дюймов, а максимальный зазор между столом и шпинделем – 19,5 дюймов. Сочетая в себе многие элементы небольшого сверлильного станка и обычного вертикального фрезера, Диэмастер является идеальным станком для моделиста и экспериментатора, Которому необходимо совместить в одном станке прочность и жесткость для тяжелых резов, А также чувствительность к прикосновениям и высокую точность, необходимую для небольших тонких работ. Несмотря на то, что таких станков было выпущено очень мало, существовала также модификация для горизонтального фрезерования. Для этого необходимо было снять только вертикальную головку и заменить ее на очень тяжелую отливку, Которая несла на себе как погружной вал, так и двухбалочную верхнюю опору. Причем привод осуществлялся от одного и того же вала. Таким образом, в положении фрезы можно было изменить поворотом задней рукоятки и изменять скорость вращения в обычном режиме. Высота Диэмастер составляла 59 дюймов, длина от задней части стойки до кончика маховика поперечной подачи 43 дюйма, а ширина над концами рукояток продольных винтов подачи стола около 38 дюймов. Его вес, составляющий более полутона для сравнительно небольшого станка, был значительным. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...